Новое предложение от Вены. Австрийский канцлер призывает ЕС заключить миграционное соглашение с Египтом, подобное подписанному Санкарой. Убийства афроамериканцев в США продолжаются. В ответ на это местные жители возобновили протесты против полицейского насилия. Знаменитым британским красным будкам нашли новое применение. Их переделали в микроофисы. Незваный пингвин. В Перу забудившееся животное напугало местных жителей. Канцлер Австрии Кристиан Керн призывает страны Евросоюза заключить с Египтом миграционное соглашение, похожее на то, что уже подписали с Турцией. Об этом сообщает издание EU Observer. Этот документ, по мнению австрийского канцлера, поможет Евросоюзу урегулировать миграционные потоки. Керн заявил, что ЕС должен быть заинтересован в стабилизации региона. Он опасается, что со следующего года в Евросоюз из Египта могут приехать много просителей убежища. Соглашение между Евросоюзом и Турцией не единожды было под угрозой срыва, так как главы стран ЕС обвиняли президента страны Раджепа Таипа Эрдогана в нарушении прав и свобод граждан. В ответ на эти обвинения президент и министр иностранных дел Турции Мевлюд Чаушаглу заявили, что Анкара может выйти из миграционного договора, если ЕС не предоставит в октябре гражданам Турции безвизовый режим. Поэтому председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер ранее заявил, что нельзя исключать срыва миграционного соглашения с Турцией. Власти города Баутсен в восточной части Германии отменили комендантский час для беженцев. Начиная с 21 сентября несовершеннолетним беженцам снова разрешили выходить из общежития после 19 часов без сопровождения взрослых и в случае их желания пить алкогольные напитки. Их разрешили покупать подросткам возрастом начиная с 16 лет. В то же время в общежитиях для беженцев будет продолжать действовать внутренний распорядок, согласно которому мигранты должны приходить ночевать не позже 22 часов. И также они не могут приносить с собой алкоголь. Кроме того, местные власти собираются давать несовершеннолетним беженцам ежемесячное пособие. Однако им не будут платить всю сумму целиком, а вместо этого небольшими частями. Всего в округе Баутсена поселились 179 беженцев-подростков. Они приехали в Германию без взрослых. При этом в самом городе разместили только 62 из них. Ранее 14 сентября в городе вспыхнули столкновения между местными жителями и просителями убежища. Местная полиция сообщила, что первыми конфликт начали беженцы. Молодые люди начали кидать бутылки и камни в местных переверженцев правых взглядов, которые тоже собрались на городской площади и скандировали националистические лозунги. Чтобы восстановить порядок в городе, власти задействовали около сотни полицейских. Сотни нелегалов случайно стали гражданами США. Американские власти по ошибке предоставили гражданство 800 мигрантам, которых на самом деле должны были депортировать. Как оказалось, они прибыли из стран, которые представляют риск для национальной безопасности США. Какие страны имеются в виду, не уточняется. Ошибку удалось обнаружить во время проверки Министерства внутренней безопасности. По словам представителей ведомства, при подаче документов на гражданство, иммигранты использовали заведомо неверные имена и даты рождения. А в правительственной базе данных не было отпечатков пальцев заявителей. Кроме того, как минимум трое иммигрантов воспользовались получением гражданства для работы в коммерческих аэропортах и на морских объектах. Их удостоверение уже отозвали. Соединенные Штаты многие годы борются с притоком нелегалов. В основном, мигранты пытаются попасть в страну через границу с Мексикой. Государственная граница США и Мексики является наиболее пересекаемой в мире. Каждый год через нее нелегально приникают около полумиллиона человек. На некоторых участках границы поставили металлический барьер высотой порядка 5 метров. Он перекрывает примерно треть протяженности границы. Так что американские власти продолжают вести работы по укреплению своего южного рубежа. Новые смерти, новые протесты. В городе Шарлотта, Северная Каролина, полицейские во вторник застрелили чернокожего мужчину. Офицеры утверждают, что он был вооружен и не подчинялся их требованиям. Вокруг места происшествия быстро собрались десятки людей. Они настаивали на проведении честного расследования инцидента и не расходились до самой ночи. Протестовали во вторник и в городе Талса, Оклахома, где в пятницу произошел еще один похожий случай. Сотрудники сил правопорядка остановили машину на дороге и велели водителю выйти с поднятыми руками. Мужчина подчинился. Почему офицеры сочли, что он представляет угрозу, непонятно. Протесты против необоснованного применения оружия полицейскими продолжаются в США уже три года. После каждого эпизода гибели безоружных чернокожих в результате действий сотрудников правоохранительных органов, сотни, а иногда и тысячи людей в разных городах выходят на улицы. В Кёльне началась крупнейшая в мире выставка фототехники. Всемирная выставка шоу «Фотокино» впервые прошла здесь в 50-м году. С тех пор раз в два года в Кёльн съезжаются представители киноиндустрии и фотографии, производители профессиональной техники, лучшие фотографы, видеооператоры, осветители и продюсеры, а также простые любители домашней съемки. В этом году тысячи производителей из 40 стран мира представляют свои новинки. Сенсацией выставки уже стала новинка от корпорации «Вестерн Диджитал». Они представили публике прототип SD-карты рекордного объема – 1 терабайт. На выставке в этом году специалисты отмечают низкий спрос на цифровые камеры. Цифровые технологии уже подпирают смарт-новинки, говорят эксперты. 34-я международная выставка «Фотокино-2016» завершится 25 сентября. С приходом смартфонов в жизнь британцев знаменитые красные телефонные будки, некогда стоявшие по всей стране, стали невостребованы. Но в компании Podworks придумали, как вдохнуть в них новую жизнь. Они переделали будки в микроофисы, оборудованные беспроводным интернетом, сканером, принтером, телефоном и разъемами для подзарядки ноутбука. Кроме того, клиентам предлагается бесплатный чай или кофе. Рассказывает управляющий директор компании Podworks Лорна Мур. В 80-х по всей Великобритании было более 78 тысяч красных будок. Сейчас их осталось меньше 7,5 тысяч. Мы подумали, что было бы неплохо их переквалифицировать для нужд 21 века. Получить доступ в будку можно будет, скачав мобильное приложение. Месячный абонемент обойдется в 25 фунтов стерлингов. Это чуть больше 2000 рублей. Зато доступ в микроофис будет круглосуточным. По словам Лорна Мур, первая будка открылась в начале сентября в центре Лондона. До конца года компания планирует ввести в действие еще 50 микроофисов. А к следующему Рождеству их число увеличится до 300. Октоберфест в разгаре. Знаменитая мюнхенское пиво привлекает в столицу Баварии не только немцев, но и туристов. В этом году консульства разных стран решили обезопасить своих граждан, составив специальные инструкции по поведению на самом известном немецком пивном фестивале. В частности, консульства США, Великобритании и Италии выложили рекомендации на своих сайтах в сети. К примеру, американцев предупреждают, чтобы они не спали на улицах за пределами территории фестиваля. Ведь традиционно захмелевшие от пива люди теряют бдительность и становятся жертвами мошенников. А итальянцы призывают своих граждан не пить пиво позже половины 11 вечера. Подданным британской короны консульство их родины рекомендует соблюдать правила безопасности, не танцевать на столах и помнить, что мюнхенское пиво не такой уж слабоалкогольный напиток. Это видео сняли рейнджеры австралийских морских заповедников. Они запечатлели спасение горбатого кита, заплывшего на мелководье в заливе Маритон возле города Брисбен. На кадрах видно, как 12-метровое животное пытается освободиться из рыболовной сети и барахтается в воде на глубине около метра. На помощь ему устремились спасатели. После того, как они разрезали сеть, кит смог понемногу отплыть от берега. В это время начался прилив, что также поспособствовало спасению животного. Горбатые киты могут достигать длины 17-18 метров и веса 30 тонн. Долгое время они были объектом промысла. В настоящее время кит восстановил свою популяцию и в Международной Красной Книге имеет статус благополучного вида. Заблудившийся пингвин Гумбельтон напугал владельцев дома в перуанском городке Чимботе. Поздно ночью незваный гость попал в кухню к местным жителям. Хозяева дома проснулись от грохота посуды. На пол летели кастрюли и сковородки. В дребезги разбивалась стеклянная посуда. Люди испугались грабителей, но прибежав на кухню, с изумлением констатировали, что к ним в гости забрел пингвин. Мы забежали в кухню с криками. Мы были готовы к тому, что к нам пробрался вор. Но увидев пингвина, мы были удивлены. Мы даже не знаем, откуда он мог прийти к нам, как он сюда попал. Вероятно, перуанский пингвин заблудился и проголодался. А на кухню полез за едой, учуя в запах съестного. Хозяева дома вызвали полицию. Блюстители порядка забрали обаятельного правонарушителя и доставили его в местный зоопарк. Там его сразу же выпустили в искусственное озеро. После того, как ветеринары осмотрят птицу, ее, скорее всего, вернут в природную среду обитания. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте Нового Времени. m-c.tv и на наших страницах в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин